Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Рад очередной встрече с вами в студии Александр Ким Кимен, автор и ведущий специальной программы «Профессор доступно-важном». Сегодня мы будем обсуждать тему «Роль академической науки в развитии государства и общества». И мы посвящаем эту передачу 300-летию Российской Академии Наук и 30-летию Академии Наук Республики. Ну, конечно же, Российская Академия Наук, созданная Петром Первым, это действительно было такое знаковое событие, исторически важное. И поэтому мы решили сегодня пригласить человека, который действительно сведущий в этих вопросах. Это действительно член Академии Наук Республики, вице-президент Академии Наук Республики Саха-Якутия, доктор исторических наук Геннадий Владимирович Толстых. Геннадий Владимирович, добрый день, мы рады вас видеть. И, конечно же, я, когда встречаюсь с нашими профессорами, академиками, первый вопрос всегда задаю такой, каковы истоки, да? Потому что у каждого человека есть, так сказать, место, где он родился, учился. И с этой точки зрения хотелось бы узнать от вас, кто ваши родители, где родились и что заканчивали. Добрый день, уважаемые слушатели, зрители. Ну, мой путь в науку был непростым. Дело в том, что я не из семьи академиков, даже не преподавателей. Мои родители, это ближе, наверное, к рабочим. Отец был прораб-строитель, а мать – бригадир штукатуров-маляров. Я родился в Караганде, в Казахской ССР в то время, но меня привезли в Якутск, когда мне было еще два года. Поэтому Казахстан, как бы я уже ничего не помню, только по фотографиям. И в первый класс я пошел в школу номер 16 города Якутска. Значит, меня провели на линейку 1 сентября, показали место за партой, школу, все. Ну, и как человек самостоятельный, буквально на следующий день 2 сентября я собрал портфель, время еще не очень поднимал, и пошел с первой смены, хотя надо было учиться со второй смены. Ну, зашел в класс, увидел, что парта, место, значит, за парты занято другим школьникам, пытался, значит, даже прервал урок его как-то вытащить, это мое место. Ну, учитель, человек мудрый, была учитель такая, значит, она хорошо эту ситуацию обыграла, ну, теперь будешь учиться с нами, садись вот за эту парту. Я стал учиться с этим классом. Затем я в 6 класс пошел в новую школу, в 30 школу в аэропорту. Это была совершенно новая школа, абсолютно вот только она, значит, построена была, светлые такие классы, коридоры. Из-за французского языка, кстати, мне захотелось изучать французский язык, и я из города на автобусе ездил вот в аэропорт по морозу. Значит, ну, школа мне очень понравилась, и там мне повезло в жизни попался историк-преподаватель Айгарс Григорий Артурович, который с нами вел кружок истории, с тремя причем. Только три было желающих, но историком я стал только один. Другой был Аким Михаил, значит, строителем стал, а коллагерев Сергея режиссером театральным, он в Новосибирской области сейчас ведет, детский театр, и, значит, это повлияло на выбор моей дальнейшей профессии. Дело в том, что он уже тогда с нами вел, значит, когда мы учились в старших классах, уже преподавал нам вузовские дисциплины, историографию и так далее, то есть готовил нас буквально к высшей школе, серьезно к нам подходил и отвечал на все вопросы, которые мы ему задавали. Абсолютно любые. Есть ли жизнь на других планетах, там все, что нас интересовало. Он очень так поэтически к нам подходил, и я очень ему благодарен. Ну, затем я поступил в 16 лет без всякого перерыва в Иркутский государственный университет, с большим конкурсом прошел, на ИСТФАК поступил. Там тоже своя очень большая была научная и преподавательская традиция. Большая часть это был преподаватели, которые уехали с Ленинградского университета в годы войны. И как бы их потомки, такие как Шестойкович, Герман Медведев, Савельев и ряд других фамилий. Некоторые мы до сих пор как бы сотрудничаем в научном плане. И мне очень много дал университет. Я там посещал кружок международников, и практически по окончании университета я был готовый лектор-международник. Мог без, так сказать, бумаги свободно общаться с аудиторией, и обладал определенными азами арартовского искусства. Я там получил, и затем, когда поступил на комсомольско-освобожденную работу, я практически все районы республики объездил лично и выступал в оленеводческих бригадах, даже там на фермах, на предприятиях. Я знал, какие предприятия, то есть лично. Вот в аудиториях я выступал с лекциями по международному положению и по другой тематике. И мне очень в жизни, в общем-то, это помогло. Ну и, конечно, я благодарен судьбе, что прошел комсомольскую школу. И вот как я стал ученым, в 90-е годы я работал в Министерстве труда и социальной защиты. Вот Акимов Александр Катинович был министром. Он тоже имел определенное желание заниматься наукой и позволял нам это делать. Ну, поощрял занятия науком. Я, значит, работал начальником научно-экономической лаборатории в Министерстве, зампредседателя комитета по занятости, замминистра. Ну и серьезно установил научные контакты с московскими научными центрами. Публиковался в журналах. Мы выпускали специальные выпуски журнала, которые посвящены были вопросам труда и социального развития. И мы создали одну из первых, значит, в Российской Федерации программ борьбы с бедностью у нас в республике. И это помогло нам не методом тыка, а с помощью науки создать перечень мер для смягчения методов шоковой терапии, которые были вот в 90-е годы. И республика в целом более благовариятно вот миновала вот эти 90-е годы. Да, замечательная история. Я тоже хотел бы сделать примечание, то, что вот я пошел в науку, тоже в этом есть соучастие Александра Константиновича, с которым мы вместе работали в Комсомоле. Ну и, конечно, это очень важно, чтобы люди обогащали себя новыми знаниями. Ну и, конечно, вот говоря о науке, я бы хотел вас поздравить, что вы в прошлом году избраны вице-президентом Академии наук. Ну и вот вчера мы провели в Национальном центре медицины второе заседание Николаев-клуба. Это общественно-интеллектуальный центр, который был создан благодаря инициативности генерального директора Станислава Николаевича Жиркова во взаимодействии с Якутским региональным отделением Ассоциации юристов России. И вот мы первое заседание провели 20 декабря прошлого года. Оно было посвящено как раз дню избрания Михаила Ефимовича Николаева первым президентом республики. Это было в 1991 году, 20 декабря. Ну и вот вчера мы посвятили очередное заседание роли науки в развитии республики Саха-Якутия. И мы знаем, что Михаил Ефимович является организатором, учредителем Академии наук республики. И с этой точки зрения хотелось бы отметить его выдающийся вклад вообще в развитии сферы образования, высшей школы и науки. Ну, я вас хочу поблагодарить за то, что вы принимали участие. И, конечно же, был интереснейший доклад президента Академии наук Леонида Николаевича Владимирова, члена корреспондента Российской Академии наук. Вот хотелось бы узнать у вас еще раз, так сказать, о роли Михаил Ефимовича в развитии якутской науки. И вы в прошлом году отмечали 30-летие Академии наук. Я тоже, Александр Николаевич, хотел бы вас поблагодарить и Станислава Николаевича Жиркова, руководителя Национального центра медицины, за прекрасную организацию вчерашней встречи, где мы смогли возможностью перед научной и медицинской общественностью поделиться своими воспоминаниями о Михаиле Ефимовиче, о его вкладе в развитие социальной сферы и социально-экономического развития республики. Михаил Ефимович задал такой крутой вектор развития, такие тенденции, которые еще долго-долго нам будут помогать идти вперед. Я хотел бы сказать, что указ Михаила Ефимовича номер 652 в 1993 году, от которого мы ведем точку отчета Академии наук, значит, это указ, который создал нашу Академию как высшую научную организацию в республике, которая признана консолидировать прикладные и фундаментальные научные исследования, полностью всю тематику, какие-то главные направления, самые приоритетные направления отбирать и заниматься научными исследованиями в республике. Наша Академия стала четвертой в Российской Федерации. До этого был Татарстан, Башкатарстан и Чечня. И вот как раз в рамках 30-летия в прошлом году президенты национальных академий нас посетили, состоялся заинтересованный такой разговор, и мы создали совет по координации работы национальных академий наук, который возглавил наш президент Владимиров Леонид Николаевич. Это в декабре было прошлого года. И мы провели крупную международную научную конференцию, которая была посвящена изучению родных языков. Вот в целом в Российской Федерации. Новые подходы и так далее. Ну вот сейчас, если проследить, действительно за 30 лет пройден достойный путь развития, в том числе под руководством первого президента Академии наук Филиппова Василия Васильевича, последующих руководителей нашей академии. Какие основные вихи развития Академии наук вы бы могли сегодня подчеркнуть? Ну, сегодня уже время подтвердило правильность принятого решения Михаила Ефимовича. Дело в том, что благодаря Академии наук удалось в сложные 90-е годы сохранить многие научные школы у нас в республике. Дело в том, что федеральная наука испытывала большие федеральные трудности с финансированием институтов, и Академия наук республики взяла под крыло целый ряд научно-исследовательских институтов, я вам назову их, это Институт языка и литературы, Институт региональной экономики Севера, Институт прикладной экологии Весевера, Институт северного луговодства, затем это Институт социальных проблем труда, где я работал, значит, директором которого был Акимов, я был заместитель директора по научной работе, затем это Всемирный музей Мамонта и Институт здоровья. Вот перечень институтов, которые были под крылом Академии наук, и, конечно, они успешно справлялись с поставленными научными задачами. Ну, кроме этого, значит, в начале 2000-х годов у нас были созданы территориальные центры научные, это в Мирном, Южно-Якутский центр научный, и в Мирном и в Нерюнгре, это Южно-Якутский центр и Западно-Якутский научные центры. Кроме того, в 2004 году при Академии наук был создан Центр арктической археологии и палеоэкологии, и в 2017 году он был преобразован в Арктический научно-исследовательский центр. В 2006 году для поощрения молодых ученых были созданы грамоты, гранты президента и государственные премии имени Черяева в области науки и техники, а также премия государственная имени Ларионова Владимира Петровича в области науки и техники, которая присуждается молодым ученым и специалистам. В 2016 году стартовал первый этап комплексной научной экспедиции. Сегодня мы проводим второй этап, вот в 2024 году он заканчивается, и в 2025 году стартует третий этап комплексной научной экспедиции. Комплексных научных исследований, что является продолжением нашей научной традиции, которую основал Максим Кирыч Амоссов в 2025-2030 году, когда очень большой отряд ученых, 400 человек, докторов, кандидатов наук, занимались научными исследованиями в республике. Это, конечно, до сих пор дает свои плоды. Да, тем более там изучалась не только минеральная сырьевая база, потенциал Якутии, но и традиционная культура, языки. Да, биология, медицина, очень много направлений. Да, это очень здорово. Ну, сейчас вот, насколько я знаю, в Академии наук проводится большая работа по созданию энциклопедии Якутии. Вот как идет эта работа, какие основные направления? Ну, я хотел бы сказать, что еще в 2025-2021 году, это не так давно, мы под эгидой Академии наук вышла трехтомная история Якутии, одним из авторов, которых я являюсь. Это тоже фундаментальный труд в трех томах, подобного рода издание выходит где-то раз в 30-40 лет. И вот энциклопедия Якутии тоже относится к фундаментальным изданиям справочным. Она будет состоять из четырех томов. Первый том уже выйдет, он уже есть сегодня в электронном виде, можно выйти на портал энциклопедии Якутии, с ней мы ознакомиться. А в типографском варианте, в бумажном, она выйдет в конце марта этого года уже. Она будет состоять, как я уже сказал, из четырех томов. Первый том будет посвящен буквам от А до В. Это большой понятийный справочный аппарат, который посвящен был персоналиям, дальше понятиям различным, географическим, топографическим и так далее. И у нас был создан в Академии временный творческий коллектив, также существует большой отряд волонтеров, которые помогают нам, ну, скажем, бесплатно писать статьи вот в эту энциклопедию. Это большая, конечно, работа, она уникальна. Это вот первый вариант, вот первая, наверное, попытка создания цифрового варианта вообще энциклопедии у нас в республике. Нам очень сильно помогла национальная библиотека имени Пушкина, с которой мы активно сотрудничаем. Портал постоянно обновляется и дополняется новой информацией. Это вот такой живой организм, который постоянно находится в развитии. Мы можем сделать там, внести свои поправки, конечно, до издания в типографском варианте. Ну, я бы хотел сказать, что еще интерактивность, вот цифровая энциклопедия, она, возможность, дает взаимодействие вот этой цифровой информации. То есть вы можете зайти на портал, оставить свои комментарии, быть научным волонтером. Это создает вот нужное пространство для обмена информацией, общения между пользователями и создателями вот энциклопедии. Пользуясь возможностью, я хотел поблагодарить всех волонтеров, авторов этой энциклопедии, а также национальную библиотеку и фирму ДИТ-М, которые в прекрасном тандеме ежедневно трудятся над цифровым развитием вот этого портала. Ну, насколько мы знаем, при презентации данного портала принимал участие Айсен Сергеевич Николаев, главарь республики и заместитель председателя правительства Семенов Анатолий Аскалунович. Это же придание такой государственной важности к этому вопросу. Это было 20 декабря прошлого года. Мы торжественно открыли вход в портал энциклопедии. Ну и, конечно, как вы сказали, это обратная связь с людьми, которые интересуются. У нас же как бывает, что-нибудь издашь, потом поток критики. Ну и машинки могут быть. Да, когда вы установили такую обратную связь и такое понятие, как научные волонтеры, это мне кажется, это прекрасная идея. И хотелось бы вам пожелать успехов, чтобы действительно эта энциклопедия была востребована, работала во благо науки, образования. Вот расскажите, пожалуйста, сегодняшнюю структуру Академии наук. Какова структура Академии? Ну, наша структура, она соответствует научным направлениям. Ну, помимо традиционных направлений, которыми мы занимаемся всегда, это вот и отдел энциклопедистики. Это мы занимаемся созданием словарей энциклопедических, различных тематических. Я в свое время взглавлял этот отдел работы энциклопедистики. У нас появились новые направления, такие как работа по исследованию и методикам преподавания родных языков республики. Сейчас у нас возглавляет этот отдел Федосия Васильевна Габышева. Ну, человек известный, депутат народный, ученый. Она возглавила вот это направление у нас в работе. Кроме этого, мы активно занимаемся исследованием мамонтовой фауны. Это крупный международный проект. К сожалению, санкции пока не позволяют работать с международным сообществом, со странами Канады, США и так далее, Японии. Но мы эту работу начали и продолжаем ее работу. Есть проект, который утвержден руководством нашей страны. Это создание Всемирного центра Мамонта. Его никто не отменял, поэтому мы занимаемся научной составляющей вот этого проекта. Есть у нас музей еще в Якутском государстве, в Северо-Восточном федеральном университете, очень богатый. Но у нас есть тоже своя коллекция, но большая проблема пока с помещением. Мы ищем новое помещение под нашу коллекцию и научный коллектив, который возглавляет Протопов Альберт Васильевич, доктор биологических наук. Ну, кроме этого, мы занимаемся научным сопровождением научно-образовательного центра «Север». Нас возглавляет Туяра Олеговна Едисеева. Полностью, значит, отчетную часть этого. Это очень большой труд. Ну, это, конечно, но «Север» — это тема отдельная. Мы вот буквально через несколько минут после рекламы, я думаю, продолжим наш разговор. Я хотел бы отметить, что в нашей передаче большую роль играют наши режиссеры. Хотелось бы поблагодарить Марии Сумхалыровой, Николая Степсова, Айдына за их работу, потому что с их участием качество работы лучше. Еще раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей. Хочу отметить, что сегодняшняя наша передача, она посвящена 300-летию Российской Академии Наук и 30-летию Академии Наук Республики Саха-Якутия. Тема передачи «Роль академической науки в развитии государства и общества». И у нас в студии в гостях Геннадий Владимирович Толстых, почетный работник высшего образования Российской Федерации, руководитель отдела исследований социально-трудовой сферы Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха-Якутия, вице-президент Академии Наук. Геннадий Владимирович, вот мы до перерыва с вами говорили о структуре Академии Наук. Пожалуйста, продолжим. Я хотел бы продолжить и сказать, что учредителем Академии Наук является глава Республики Саха-Якутия. И структура состоит из 40 действительных членов Академии Наук, которые проходят этапы необходимых выборов. Руководить полностью у нас на коллегиальных основах построено управление Академией Наук. Все принципиальные решения мы принимаем на общем собрании, которое проходит не реже, чем раз в год. Отчетное собрание, есть выборное собрание. И все вопросы мы решаем на Президиуме Академии Наук. Помимо структурных подразделений, которые я уже назвал, я хотел бы назвать, что у нас есть и региональные центры два. Это западно-сибирский, западно-якутский и, вернее, южно-якутский. Это в Нерингре и Мирном. У нас есть следующие научные отделы. Это научно-экспертно-аналитический отдел. Также центр интеллектуальной собственности, где мы регистрируем все научные изделия наши. Значит, патенты, базу данных, какие-то открытия новые и так далее. Это специально занимается этим центр интеллектуальной собственности. Отдел изучения мамонтовой фауны, отдел энциклопедистики, экологических проектов. Есть у нас отдел этносоциальных и исследований и геосистем. Также центр изучения родных языков я назвал. И отдел репродуктивной биотехнологии животных. Это тоже новый отдел в нашей структуре. Он функционирует второй год. Также редакционно-издательская группа издает у нас научный журнал, который входит в очень высокие, носят рейтинги научные у нас в Российской Федерации. У нас пять объединенных научных советов. Все академики работают в этих пяти научных советах объединенных по направлению своих исследований. Я основные из них назову. Это пять их всего. Физико-технических наук. Науки о земле. Гуманитарные науки. Медико-биологические и химические науки. С химиками объединились они в прошлом году. И по сельскохозяйственным наукам. Всего пять объединенных ученых советов. Кроме этого, у нас есть секретариат и небольшой аппарат и отдел ресурсного обеспечения. Вот такая структура. Понятно. Давайте перейдем к 300-летию Российской Академии Наук. Вы прекрасно знаете историю, чем было вызвано создание такого органа Петром Первым. И как развивалась Российская Академия Наук до сегодняшнего дня. Да, этот год у нас, конечно, проходит под знаком 300-летия Российской Академии Наук. Это уже три века российской научной традиции. Чем было вызвано вообще создание Академии Наук Петром Великим? Дело в том, что планируя в начале 18 века Академию Наук, он опирался прежде всего на опыт Франции и Германии, где существовали такие светские институты. И потребовалось новое, в отличие от клерикальной, скажем, религиозной составляющей Академии Наук, новый институт. Ему очень сильно помог великий немецкий исследователь Готфрид Лейбниц. И благодаря Лейбницу удалось сделать структуру новой Академии Наук. Она состояла в то время из трех частей. Это Академия Наук. Она называлась вообще Академия Наук и Художеств. То есть непосредственно сама Академия Наук. Далее это Гимназия и Университет. Вот три составляющих, которые составляли Академия Наук. И только через сто лет образовательная часть стала самостоятельной и отпочковалась от Академии Наук. Конечно, первые академики это были иностранцы. Затем уже, начиная с Ломоносова, появились уже свои академики. Я бы хотел ответить очень такой интересный момент, что первые шаги Академии Наук – это снаряжение очень больших экспедиций на освоение Северо-Востока нашей страны. Это первая Камчатская экспедиция 1725-1730 годы. Витус Беринг и Алексей Чириков. И они продолжили вторая Камчатская экспедиция 1740-1742 год. Первая экспедиция – они открыли пролив между Азией и Северной Америкой. А вторая экспедиция – они увидели берега Аляски. И надо сказать, что все великие экспедиции, они базировались и шли из города Якутска. Об этом мало кто задумывается. То есть Витус Беринг ходил по нашим улицам. Я думаю, он заслуживает, чтобы у нас в Якутске был его памятник. В отличие, скажем, от Камчатки. Мы должны почитать его как великого ученого и следователя северо-восточных рубежей нашей страны. И есть даже такая мысль, чтобы как-то отметить 1632 год – это начало основания Якутска. Это следует считать 400 лет начала освоения вообще всего Дальнего Востока. Он как раз, начало освоения шло именно из Якутска. Здесь были даже первые плавильные печи, где металл. Такое количество металла невозможно было привести. Наикаря, Цепи. Все это происходило у нас. И наши археологи, кстати говоря, обнаружили в Намском Улусе остатки вот этих печей. Мы их тоже исследуем. Это очень интересные такие моменты. И в этих экспедиций принимали участие будущие академики Российской Академии Наук. Астрономы, биологи и так далее. Мы всех их знаем и тоже почитаем. Ну, что касается вообще вопроса трудных времен в Академии Наук, легких времен никогда не было. Но я бы назвал самых трудных два этапа. Это период революции и февральской, и октябрьской революции. Дело в том, что власть очень тяжело восприняла Академия Наук. Она считала, что это какое-то буржуазное начало. Значит, они там прислуживали буржуазному строю. На самом деле это было не так. И наши лучшие умы, они вовремя сориентировались и поняли, что без развития наука нет будущего государства. И помогали. В том числе и Кржановский, который стал вице-президентом Российской Академии Наук, он стоял у истоков плана ГОРЛО, благодаря которому страна получила электричество. Затем 30-е годы индустриализации. Мы получили бумагу, металлы, геологические исследования. Все это проводило под эгидой Российской Академии Наук. Были попытки в 20-е годы создать альтернативные, скажем, в противовес Академии Наук какие-то структуры. Но они, к сожалению, не справились с задачей и вернулись к Российской Академии Наук. Если говорить о 30-е годы, были, кстати, и периоды репрессии тоже. Часть погибла ученых у нас. Но, однако, в 30-е и 40-е годы мы выковали свой оборонный щит, который работает до сих пор. И в годы войны, хочу сказать, что 20 академиков стали героями социалистического труда, и полторы тысячи академиков получили ордена и медали. Как раз заслуги в создании новых видов техники оборонных. И, конечно, наука очень активно развивалась в советский период. Мы должны это отрицать, должны это тоже изучать. Ну, например, с 31 по 39 год финансирование науки, научных исследований увеличилось в 25 раз. Вот в 20-е годы были созданы за несколько лет 20 научно-исследовательских институтов. Такие, как ЦАГИ, Институт мозга, физико-технический институт, ИОФИ, который возглавил. Дальше это Институт математических исследований, стеклов и так далее. То есть очень крупные фундаментальные институты ведут точку отчета именно в 20-е годы. А это были голодные, кстати, годы, но на науку тогда не жалели. И сложный период это 90-е годы, когда финансирование наук, ну, буквально с 95 по 2000 год сократилась тоже обратная пропорция в 25 раз. Это тяжелые годы, почему я называю, потому что мы стали терять вот средний слой научных сотрудников. Это вот 30, 40 лет, 50 лет, как раз они ушли в другие отрасли. И сегодня это скадывается на развитие нашей науки. Ну, безусловно, 300-летие Российской Академии Наук – это знаковое событие для жизни всей нашей страны. Не случайно Владимир Владимирович Путин подчеркивает роль науки в сегодняшней нашей жизни, в сегодняшних реалиях. Ну, и вот в республике Саха-Якутия, я думаю, что интерес к науке очень большой. Вот когда я слушаю вас и вижу, насколько вот эта интересная тема, а у нас всего 40 минут на все про все, как говорится, да. Тем не менее, вот я хотел бы в пользу случаем поблагодарить вас за то, что вы принимали участие в заседании студенческой дискуссионной площадки «Будь первым», который мы организовали в университете. И ребятам очень понравилась эта встреча. Вы вместе с Дмитрием Николаевичем Мироновым, заслуженным юристом России, действительно раскрыли потенциал науки. И это является мотивацией для молодых студентов, для того, чтобы они увлеклись исследовательской деятельностью. Я вот хотел бы задать вопрос, может ли каждый желающий стать ученым? Нет. Так же, как и ряд других направлений деятельности, да, ну, скажем, предпринимателями тоже не каждый может быть. А наука — это специфическое такое направление. Во-первых, это вид творческой деятельности. Так же, как поэзия, музыка, искусство. Дело в том, что наукой нужно по-настоящему заболеть. Это должен быть фанатичный какой-то человек, который фанатично предан своей идее. Он должен что-то открыть, до конца исследовать, чего-то добиться, сказать свое веское слово в научной дискуссии. Это все делает ученый. Поэтому это очень штучный товар. И, конечно, очень большая проблема у нас стоит в том, чтобы не прервалась эстафета передачи научных зданий. Ну, вот я приведу вам очень один такой яркий пример. Мы об этом очень часто говорим на президиуме. Буквально вчера обсуждали. Вот геология. Очень важное направление. И, например, вот доктор наук, последняя защита была в институте, например, геологии, алмаза, золота и благородных металлов. Думайте, когда? В 1997 году. И вот директор института Фридовский Валерий Юрьевич, он уже в течение 25 лет держит пальму первенства. Вот он самый молодой доктор наук. После него никто не защитился. Понимаете? Это очень серьезно. То есть, когда в затылок никто не дышит, отсутствие конкуренции, это тоже очень плохо. Надо кому-то передавать вот наши научные знания. Поэтому со стороны государства, конечно, нужны продуманные и эффективные меры по поддержке защит кандидатских и дотерских диссертаций. Эти стимулы должны реально, так сказать, работать. Тогда мы только изменим ситуацию к лучшему. Вот вчера в своем докладе Леонид Николаевич Владимиров, президент Академии, говорил о том, что Михаил Ефимович Николаев специально установил 100 аспирантов в такой вот проект, чтобы как-то подбодрить молодежь научным исследованием. Ну и сегодня у нас очень хорошо работает Малая Академия Наук. Специально такой создан центр для детей, которые исследуют огромное сооружение высокого качества. Вот благодаря Айсену Сергеевичу Николаеву построено. Вот что бы вы пожелали школьникам, которые могут на этапе выбора профессии как-то и поинтересоваться различными отраслями науки, как-то сделать правильный выбор, ну и, может быть, охарактеризовать работу Малой Академии Наук, на ваш взгляд? Ну, не так давно я выступал с публичной лекцией в общепразовательной школе номер 9 имени Киршенгольца Моисея Израилевича. И там тоже я постарался, так сказать, сориентировать вот старшеклассников на то, что вы как можно раньше, ну, уже, наверное, к классу 7-8 вы должны определиться, кто вы есть. Гуманитарий, технический какой-то, значит, да. Почему вы имеете склонность к каким наукам? Техническим, гуманитарным, естественным наукам, филологическим и так далее. Чем раньше вы определитесь, тем лучше вы выберете вектор своей подготовки, хорошо подготовитесь к сдаче единого государственного экзамена. Дело в том, что в вузах не только школьную программу спрашивают, в частности, вот у нас ведущих вузов, таких как Московский госуниверситет, там физико-технический институт, там задают вопросы, которые нет в школьных программах. Поэтому они смотрят общий кругозор вот школьника, насколько он, скажем, имеет склонность к развитию каких-либо наук. Поэтому надо очень глубоко изучать свою тему, уже начиная со школы, что вас интересует, какую тему вы можете выбрать в дальнейшем, значит, надо готовиться. И, конечно, очень много читать. Хотя у нас сейчас много цифровых носителей, но книгу пока никто не заменял. Надо много читать. Это вот я хотел бы пожелать школьникам. Ну вот взаимоотношения между Академией наук республики и Малой Академией наук, на чем он устроится? Ну мы довольно часто там бываем, посещаем. И нас, в общем-то, радует, что там самое современное оборудование установлено. Я думаю, что, может быть, не во всех некоторых научных центрах даже имеется такое оборудование, например, по биологии, для спектрального анализа, электронные микроскопы, самые современные, которые вот, начиная с каких-то средних, даже школьных, старших классов, они могут возможность заниматься наукой, имеют возможность заниматься наукой. Причем с оборудованием, самым современным оборудованием, которого не имеет даже некоторый научно-исследовательский институт. Ну я помню, вот Павел Васильевич Климович, значит, в свое время, когда я руководителем администрации президента был, он когда еще учился в школе в Сунтарах, Михаил Ефимович как-то вот его выделил, дал направление, чтобы он учился в Московском университете. Ну и сегодня вот мы видим хорошего организатора, я думаю, что ваше сотрудничество, безусловно, дает нам надежду на то, что начиная с юных исследователей, заканчивая вот теми людьми, которых мы называем ученые-мужи, да, чтобы эта цепочка никогда не разрывалась. Ну и хотелось бы отметить, что мы 8 февраля будем отмечать День науки, и 300-летие Российской Академии Наук, вот в завершении нашей передачи, что бы вы хотели пожелать своим коллегам накануне Дня науки? Ну я хотел бы пожелать всему научному сообществу, конечно, выдержки, терпения, если есть какие-то проблемы по научному направлению, может быть где-то нехватка финансирования, я думаю, что все эти проблемы переходящие. Самое главное, что мы преданы своей науке, своим научным направлениям, мы должны готовить свою смену поколения, для этого есть и шаг будущего, такое движение у нас в республике, помимо, скажем, малой академии. И вот эту преданность науке мы должны как раз принести молодым, готовить свои научные школы, чтобы вот эта цепочка передачи научных знаний, она никогда не прервалась. И чтобы наше государство было сильна науке. Ну я также присоединяюсь к вашим поздравлениям и хотел бы сказать, что наука, она не существует сама по себе, здесь есть связь и с высшей школой, мы можем также профессоров университетов, институтов поблагодарить за их работу, ну и чтобы они подключались к этой работе, чтобы российская наука развивалась и стала сильнее еще. И далее, я думаю, что это будет происходить, в том числе благодаря вниманию и поддержке государства. Спасибо. Это очень важно. Ученые – это всегда подвижники.